Здравствуйте! На этой неделе Русская Православная Церковь отмечала один из своих больших праздников, который появился благодаря Петру Первому и основанному им Петербургу. Каждый год 12 сентября в северной столице проходит общегородской церковный праздник день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Напомню, что 12 сентября 1724 года Петр Первый собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым праздником. Уже гораздо позже по заказу Елизаветы Петровны, бережно хранившей традиции своего отца, в честь небесного покровителя Петербурга был создан уникальный мемориальный комплекс его гробницы – знаменитая Серебряная Рака. Добавлю, что в этом году решение Министерства культуры России гробницы Александра Невского была возвращена из государственного Эрмитажа в Троицкий собор Александра Невской Лавры, где она хранилась с XVIII века до 1922 года. 11 августа 1723 года торжественная процессия двинулась из Владимира, где хранилась святыня. Спустя год ковчег со святыми мощами прибыл на берега Невы. Петр I вместе со своими сподвижниками внес его в верхний храм Первой Каменной Церкви Петербурга. В тот же день, 12 сентября 1724 года, он был освящен во имя святого Александра Невского. Императрица Елизавета продолжила дело отца во славу небесного покровителя Петербурга. По ее указу изготовили новую, куда более роскошную гробницу, на которую было пожаловано полторы тонны серебра, впервые добытого на Алтае. Монументальная пирамида в стиле барокко стала новым чудом молодой столицы и самым прославленным произведением серебряных дел мастеров России XVIII века. В 1790 году мемориал был перенесен в главный храм Александра Невской лавры, Троицкий собор, где и находился до революционного лихолетия. В полдень, 12 мая 1922 года, реликвию изъяли под предлогом помощи голодающим. Петроградский митрополит Вениамин обратился к прихожанам с воззванием. «Проводим изымаемые из наших храмов церковные ценности с молитвенным пожеланием, чтобы они достигли своего назначения и помогли голодающим. Не давайте никакого повода к тому, чтобы капля чьей бы то ни было человеческой крови была пролита». Благодаря усилиям директора Эрмитажа Сергея Тройницкого, директора Русского музея Николая Сычева и художника Александра Бенуа, драгоценная рака избежала участи переплавки. Спустя несколько лет до дней вновь нависла угроза. «У государства была новая линия. Это первые советские пятилетки, индустриализация, когда снова нужны были деньги. Начались конфискации художественных ценностей. Правительство обратило внимание на гробницу. И взамен этого Эрмитаж отдал свои другие предметы, которые уже не вернуть, которые были переплавлены. Это монеты, медали из серебра и золота». Так началась новая жизнь реликвии в стенах Эрмитажа. А мощи благоверного князя оказались в Казанском соборе, новой властью, превращенном в Музей истории религии и атеизма. Там они и находились, до возвращения в Луну Церкви в 1989 году. Мощи не единожды горели, перевозились, их покой не раз тревожили. Но теперь они, наконец, возвращаются в созданную для них раку. Как заметил директор Эрмитажа Михаил Петровский, сегодня сакральное, символическое значение гробницы Александра Невского как святого защитника и покровителя русского воинства и русской дипломатии гораздо важнее, чем их художественное значение. Спустя несколько лет после научной реставрации в Александра Невской лавре возвысится весь мемориальный комплекс небесного покровителя Петербурга. Говоря о культовых зданиях северной столицы, нельзя обойти вниманием одно из них, выполненное в ярком восточном мавританском стиле. Для нашего города это большая редкость. В 19 веке такие образы были популярны лишь в качестве интерьерных решений. Но есть одно здание, полностью выдержанное в стиле альгамбра. Это большая хоральная синагога, открывшаяся в Петербурге ровно 130 лет назад. Ее отличает единство внутреннего убранства и внешнего облика. Кстати, с 15 по 18 сентября еврейская община Петербурга отмечает праздник Рошашана, или новый 5784 год от сотворения мира. Мы решили воспользоваться этим поводом и отправились в синагогу на Лермонтовском проспекте, чтобы узнать об истории самого здания и поближе познакомиться с традициями иудаизма. В середине 19 века, когда на престоле воцарился Александр II, известный царь-реформатор, и в положении евреев в Российской империи произошли значительные изменения. Хотя никакой официальной еврейской реформы не было, но неофициально разрешено было некоторым категориям евреев пересекать черту оседлости и селиться во внутренних губерниях России, в том числе в столичных городах. А Петербург, как мы знаем, прекрасно был именно столичным городом. И вот с этого момента мы и можем начать говорить об истории нашей синагоги, потому что петербургская еврейская община начинает быстро расти. Они хотели не просто молиться по своему обычаю иудейскому, но делать это в достаточно представительном здании, отвечающем их общественному статусу. Разрешение дал лично государь-император Александр II, но он ставит условия. Синагога должна быть не видна, не бросаться в глаза. И построена она была с полным соблюдением вот этого условия. Синагога – это дом молитвы, это не храм, это не дом Бога, Бейталаим. Что же нужно было? Чем нужно было наполнить эту комнату, чтобы она выполняла функцию синагоги? В ней должен был оказаться определенный предмет. Называется этот предмет «свиток Торы». Достаточно, чтобы был один свиток, однако в наиболее известных, знаменитых синагогах, к каковым относится бесспорно и наша, свитков несколько. Мне кажется, мы оказались в уникальном книгохранилище внутри синагоги, и не так часто, в принципе, сюда можно попасть. Как это называется? Это называется гениза. И гениза, соответствующее помещение, есть в каждой синагоге практически. В иудаизме отношение к книгам, как вы уже, наверное, поняли, крайне почтительное. И книги или любые документы, содержащие имя Всевышнего или упоминание о Всевышнем, они не могут быть порваны или сожжены или уничтожены каким-то другим непочтительным способом. Они должны быть похоронены, как хоронят людей. И действительно, на нашем еврейском кладбище есть специальный участок, куда время от времени приезжает экскаватор, отрывает траншею, туда помещается очередная порция таких документов и засыпается. Но есть такая категория книг, которые вроде бы из повседневного обращения уже выведены, но на то, чтобы их похоронить, ну, как бы не поднимается рука. И вот тогда они помещаются в генизу. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Атмосфера здесь такая волнующая. Мы можем здесь увидеть свитки Торы. Торы, да, тоже вышедшие из употребления. Вот так они выглядят. Давайте один из них раскроем. Вот так выглядит эта пергаментная... Да, я справлюсь. Это пергамент, да? Это пергамент, да. Вот при помощи таких устройств, которые называются Ацехай, древо жизни, управляют свитком Тора. Ведь Тора обладает святостью. И в том числе это предполагает запрет на прикосновение к ней. И все манипуляции с Торой выполняют при помощи двух таких ручек, при помощи которых свит так разворачивается, сворачивается, обращается к людям. Вот, например, любой человек, смотрящий традиционные еврейские танцы, может обратить внимание, что мужчины в них совершают, и женщины, на самом деле, тоже характерны вот это движение. Да, это движение взято из литургии. Это движение, которым в синагоге евреи приветствуют Тору, воздевая к ней руки, но не прикасаясь. В этом году исполнилось 100 лет с момента смерти выдающегося русского ученого-изобретателя Александра Николаевича Ладыгина. Он ушел из жизни в 1923 году в Нью-Йорке, куда эмигрировал вместе с семьей сразу же после Октябрьской революции. Имя Ладыгина, а особенно его изобретение, имеют очень большое значение для истории города на Неве. 150 лет назад, 11 сентября 1873 года, впервые в Петербурге на улице загорелся электрический фонарь. Впервые в Петербурге на улице загорелся электрический фонарь 11 сентября 1873 года. То, что произошло 150 лет назад, было лишь опытом Александра Ладыгина, который в нескольких фонарях на Одесской улице заменил керосиновые горелки лампами собственной конструкции. Но в этот осенний четверг было доказано, электричество может быть больше, чем просто эффектная забава, вроде электрических солнц на коронации Александра Второго. Однако по-настоящему электрические фонари впервые загорелись благодаря другому русскому изобретателю Павлу Яблочкову. После демонстрации его ламп на лондонской выставке сразу несколько компаний выкупили патент. И в 1878 году русский свет, как тогда называли лампы Яблочкова, зажегся в Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе. На улице столицы Российской империи электрический свет пришел позже. Слишком мощным было лобби газовщиков. И все же прогресс сделал свое дело. В начале свечи Яблочкова загорелись 30 сентября 1879 года на Литейном мосту. Кстати, это первый в мире электрифицированный мост. А затем пришла очередь и главной столичной артерии. В 16 часов 30 декабря 1883 года яркий свет 32 электрических фонарей залил Невский проспект от Большой морской улицы до Аничкова моста. Так началась электрификация России. Но окончательно керосиновые и газовые фонари, а с ними и фонарщики, с улиц города на Неве, исчезли в середине 1930-х годов. Дворцовая площадь на своем веку повидала немало, включая события сразу трех русских революций. Рабочие, недовольные своим материальным положением, топтали ее брусчатку на многочисленных стачках и демонстрациях начала 20 века. А остекались они на центральную площадь Петербурга из разных пролетарских окраин, включая знаменитую Нарвскую заставу. Промышленный пояс, сложившийся вокруг Петербурга, это был особый мир со своими традициями, законами и заботами. И во многом еще деревенский. Становясь питерским рабочим, мужик не спешил расстаться со своим прошлым. Ну, разве что приодеться по городскому. Например, замечательный суконный жилет. Видите, сколько пуговок. Все это надо застегнуть аккуратно. Роскошные кожаные сапоги со скрипом, куда подкладывали бересту, чтобы они скрипели. И это был символ такой репутации. То есть этот человек значит то, что надо. Это уже питерский. В начале 20 века высоко квалифицированные рабочие на выход предпочитали носить уже костюмы тройки и даже сюртуки. Впрочем, пролетарская аристократия, электрики, машинисты, металисты заводов Нобеля и Путилова, получавшие по 80 рублей, могли себе это позволить. Как и вполне комфортное жилье. Но большинство рабочих жили в куда более стесненных условиях. Порой целыми семьями в углу за занавеской. Хуже всего приходилось сезонным рабочим. Они были социально незащищенные. Они выполняли самую тяжелую работу. Они разгружали вагоны, корабли. Они копали канавы, строили дороги. В общем, вот эта черная работа, за которую платили очень мало. Они могли и в ночлежках ночевать. Забыть о своем убогом жилье и непосильном труде по 12, а то и по 16 часов, как на текстильных фабриках НОПа, рабочий мог только в трактире. Тут можно было и граммофон послушать, и газету прочесть, и новости обсудить. Революция 1905 года заставила власть обратить внимание на пролетарскую окраину. С ее скучностью населения, антисанитарией, задымленным воздухом и зловонными лужами. Некоторые промышленники начали решать социальные проблемы своих рабочих. Устраивали библиотеки и земские школы, детские ясли и больничные кассы. Но всем этим начинаниям помешала Первая мировая война. В следующем году Петербург будет отмечать 125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Однако уже сейчас в музее Набокова на Большой морской улице можно увидеть любопытную выставку современного искусства. Размышления художников о семейной памяти и мифах о прошлом аккуратно встраиваются в исторический зал особняка, в котором вырос Владимир Набоков. Экспозиция «Нарушенные связи восстанавливаются вновь» объединяет в одном пространстве работы семи современных художников от фотографии до керамики и вышивки. На этом все. Увидимся ровно через неделю, в следующую пятницу в 21.00 только на телеканале «Санкт-Петербург». Редактор субтитров А.Семкин